Рождественские чтения уже стали традицией в нашем районе, впрочем, как осенние ярмарки. На одной из последних побывал наш корреспондент Александр Шишов. И прямо сейчас он в студии и готов поделиться своими впечатлениями. Саша, сразу видно, откуда ты пришел. Да, Наташ, вот вернулся с ярмарки и не с пустыми руками. И сейчас собираюсь готовить себе солянку. Ну а кроме капусты, там что-то еще было? Там было масса всего интересного. Сыры, соленья, сладостей вдобавок к этому. Песни и пляски. Но об этом подробнее в репортаже. Песни, пляски и веселье – залог успеха любой ярмарки. На мероприятии, где побывали наши корреспонденты, бонусом шла бесплатная гречневая каша. Но главное в ярмарке – качество привезенных товаров. Здесь представлена только чувашская продукция. И, как утверждает Нонна Лобановская, качество ее на высшем уровне. В Чувашии у Нонны личное хозяйство. Овощи она выращивает там, а реализует в Москве и области. Видно, ее пригласили в первый раз. Люди гостеприимные такие. Приходят, спасибо, ладно, вы приезжаете. Ну, ничего, хорошее, ничего не скажу. Очень довольна. Фрукты и овощи, мясо и сыры, мармелад и прочие сладости. От изобилия разбегаются глаза. Сотни людей пришли на место продаж, чтобы приобщиться к чувашскому качеству. Весело, шумно, интересно. Что ты планируешь купить? Да, какие-нибудь овощи. Может быть, какие-нибудь поделки народные, матрешку, может, все купим. В картошке. Хорошая картошка? Чувашская хорошая. Уже унесли все покупки. Я хожу, смотрю продукты еще и все. А очень понравился ансамбль. Фольклорный ансамбль «Телей», что в переводе с чувашского счастья, дарил маленькое счастье каждому, кто пришел на праздник, посвященный окончанию сбора урожая Чуклиме. У «Видного» появляются новые друзья, чем очень гордится местная администрация. Творческий коллектив наградили почетной грамотой в память о событии. Народному фольклорному ансамблю «Телей» Чуваксарского района Чувашской республики за выступление на празднике Чуклиме, проходившем 21 ноября, в городском поселении Видное, Ленинском муниципальном районе Московской области. Большое вам спасибо. Приезжайте к нам еще. Будете приглашать. Обязательно приедем. В России проживает порядка 200 народов, а значит, у нашего города в будущем может появиться множество друзей со всех уголков страны. Александр Шишов, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, Видное ТВ.